В Омске открылся 19-й Сибирский промышленно-инновационный форум. На площадке Промтехэкспо представлены стенды более чем 100 предприятий из России, Чехии, Китая и Тайваня. Они представили самые последние разработки в сфере автоматизации. При этом некоторые изобретения могут быть полезны не только в промышленном производстве, но и в обычной квартире. С подробностями Данила Выжевский. Эти ноутбуки не боятся воды и ударов и могут даже защитить от пуль. Армейская разработка стала доступна для использования в гражданской промышленности. Геологоразведчики, нефтяники – десятки профессий, где главное, что требуется от техники – надежность. В таком девайсе нуждаются. Такие компьютеры может купить любой желающий, но цена около полумиллиона рублей наверняка отпугнет рядовых пользователей. Но основная часть выставки посвящена инновационным процессам в промышленности. Для этого чехи из компании «Чехтрейд» привезли на форум карусельные станки, долговечные фрезы и сверла для обработки твердых сплавов. Есть даже оборудование для плазменной резки. Мы хотим развиваться и налаживать отношения не только в центральных регионах России, но стремимся попасть в другие регионы. Поэтому выбрали в этом году именно вот эту выставку. От станков, сварочных и металлорежущих инструментов до научно-лабораторного оборудования. Некоторые фирмы показывают целые производственные цепочки. Они уверены, если заменить ими то, что сейчас стоит в цехах некоторых предприятий, можно сэкономить не только деньги, но и время. Автоматизация играет ключевую роль в такой, я не назову отрасли, а в такой сфере промышленности, как повышение ее энергоэффективности. Соответственно, не секрет о том, что повышая энергоэффективность, соответственно, снижаются какие-то затратные вещи на производство. Впрочем, на форуме есть и вещи, которые пригодятся в повседневной жизни. Например, счетчики, которые помогут выяснить, воруют ли соседи вашу электроэнергию или инкубаторы для семян. А вот новая разработка Омского аграрного университета может облегчить жизнь дачникам. Дело в том, что многие из них заготавливают семена еще дома. А вот умный спраутер может сделать это за вас, а главное, в три раза быстрее. Стоит такое приспособление будет 7 тысяч рублей. Задача форума даже не заключить контракты. Главное, говорят здесь, дать возможность промышленникам и изобретателям со всей России встретиться на одной площадке. И, учитывая, что ее уже посетили почти все представители крупных заводов Сибири, своей задачи организаторы достигли. Данила Выжевский, Евгений Слепов. Новости здесь. Омск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова